Александр Петрович, откуда родилась такая идея подсветить памятник и архитектуре города Бийска? И как получилось ее реализовать? На протяжении более года мы планомерно занимались реконструкцией, модернизацией уличного освещения. Преследовали, конечно, несколько другие цели. Улучшить качество освещения, безопасность на городских улицах. Ну и, конечно же, получить хороший экономический эффект, что позволяет нам дальше развивать сеть уличного освещения. И параллельно, когда формировали планы на следующий 2019 год, как-то вот посидели, подумали и пришла в голову мысль. Коли мы говорим об освещении, а почему мы на сегодня не рассматриваем вообще устройство освещения в старой части нашего города, в исторической части города? Ну а когда мы эту тему коснулись, понятно, само по себе пришла и идея подсветить исторические памятники. Они красивы, прекрасны, но в ночи они теряются. То, что касается технической части, здесь особых сложностей нет. В большей мере касалось это исторические памятники, это согласование проектной документации с соответствующими надзорными структурами. Это все сделано. То, что касается финансов, это внутренние резервы, которые мы, скажем так, использовали на конец этого года. Сумма чуть более 400 тысяч рублей по двум объектам. Какие объекты будут до Нового года засвечены и планы на будущий год? На будущий год мы продолжаем реконструкцию уличного освещения. 16 миллионов рублей выделил правительство Алтайского края на дальнейшие работы. Сюда входят и светофорные объекты, и уличное освещение. Мы и в этом году еще не остановились, буквально на днях ввели в эксплуатацию сеть уличного освещения по улице Стахановской в микрорайоне Зеленый Клин. Следующий год это строительство как новых, уже новых линий уличного освещения и развития существующих. И, конечно же, освещение старого центра. И в рамках работ, которые мы будем выполнять по строительству уличного освещения в Старом Центре, будем продолжать работы по подсветке исторических памятников. Ближайшие шаги. Это Центр общественных объединений напротив Вечного огня, Дом творчества на Советской. Планируем также библиотеку Ширшинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова